Привет, дорогие ютуберские! Я вернулся из отпуска. Не знаю, видно ли это по моему загару или нет, но я отдохнул, я полон сил и готов к тому, чтобы записывать новые видео про локомотив и к тому, чтобы освещать жизнь нашего любимого клуба. Делаю я это не очень регулярно в ютубе по многим причинам. И одна из них это то, что Матч ТВ запрещает делать это хорошо с какими-то видео-вставками, с иллюстрациями. И ютуб сам по себе никакого дохода не приносит. И, честно говоря, не очень понятно вообще, зачем сюда ролики выкладывать. Поэтому многое из моего творчества выходит или в Телеграме, или на канале Бусти. На Бусти я запустил как раз с этой недели, с Матч с Уралом, новую рубрику, где делаю оценки игрокам и заодно визуализирую это с помощью каких-то видеофрагментов и показываю, почему я поставил ту или иную оценку футболистам. Я не могу загружать это же самое видео на ютубе, я бы с удовольствием это делал, но на мой канал Прилетит Страйк меня забанят. А зачем вам это нужно? Поэтому на ютубе я буду делать вот такие вот разговорные видео, где просто включаю камеру, просто ставлю перед собой микрофон и болтаю про темы, которые лично меня интересуют, лично меня прямо сейчас волнуют. Конкретно это видео будет посвящено результатам последних четырех игр Российской Премьер Лиги и двух игр в Кубке. Ну, собственно, вот эта вот отрезка от сборных до сборных. Я всегда предпочитаю оценивать не столько непосредственно каждую игру, сколько отрезки. Да, вот у нас прошел месяц, за этот месяц мы встретились с четырьмя командами в Российской Премьер Лиге. Это были Оренбург, Пари-НН, Зенит и Урал на прошлой неделе. И с двумя командами в Кубке. Это был, соответственно, Урал и Ростов. И вот за этот отрезок шесть матчей, вполне себе достаточная выборка для того, чтобы сделать кое-какие выводы. Я и оцениваю работу нашего клуба, ну, в данном случае, по тому, что они показывали на поле. По матчам с Оренбургом и Зенитом я делал отдельное видео, поэтому много дополнительно ничего говорить не буду. По матчу с Пари-НН я был в отпуске. По матчу с Уралом вот сейчас выскажусь, чтобы уж, ну, не отбиваться от нашей традиции, чтобы я вам про игры тоже рассказывал. Игра с Пари-НН была добротной, была хорошей. Я смотрел ее в египетском отеле, мне все понравилось. Это была очень добротная игра в обороне. И какие-то шансы впереди Локомотив имел. И в конце концов забил гол на 84-й минуте. Это вообще будет одна из тем, на которые мы сегодня поговорим. Голы Локомотива на последней минуте. И почему они так трагерят аналитиков. Здесь же конкретно матч был про то, забьет Локомотив в концовке или не забьет Локомотив в концовке. И этот матч был очень показательным именно в контексте того, что я говорил про Оренбург. Матч с Оренбургом был по большому счету нашим. Мы много были на чужой половине поля. Мы создавали какие-то моменты. Они были, может быть, не очень явные, не очень сильные. Не так, как с Пари-НН, но они были. И если бы Локомотив добавил давление на 60-й минуте, выпустив правильных футболистов, не убирая там Карпукаса и Миранчука, я не помню, кого там конкретно. То ли Миранчук был в старте, и его убрали Глушенкову, поставили, то ли наоборот. Но, в общем, да, концовку мы вообще проводили без Миранчука и без Глушенкова, насколько я помню. Уже стерся этот матч из памяти, но я надеюсь, что меня простите. Короче, смысл в том, что в матче с Пари-НН Галактионов не стал делать ерунды. Галактионов планомерно усиливал давление на ворота Пари-НН, и это давление в итоге привело к тому, что Жамалединов наконец-то прошил ворота. И если бы это не случилось, этого гола на 83-й минуте, то с каждой следующей минуты давление на ворота Пари-НН было бы все больше и больше, и на 85-й, и на 87-й, и на 90-й, и на 92-й минуте. Так или иначе, были бы моменты, которые тоже имели бы возможность закончиться с голом. И вот то же самое должно было быть в матче с Оренбургом. Но там мы решили, что нам этого не надо, мы уберем Карпукаса, мы уберем Мирнчука с Глушенковым, мы поставим Сулейманова, чтобы он одновременно был и нападающим, и играл на фланге. И, короче, ну это все привело к тому, что Оренбург, команда, которая отлично пользуется пространством и разрывами в линиях, просто этим всем воспользовался и забил нам два гола с дальних ударов. Но, кстати, опять же, да, очень много людей говорит о том, что матч с Оренбургом был проигран Локомотивом в хлам, и никаких шансов не было. Нет, это неправда. И по XG это видно, и просто внешне это было видно, что Локомотив, ну, должен был заканчивать этот матч хотя бы в ничью. Если бы мы эту ничью заработали, то у нас было бы 8 очков в 4 матчах, вот этих вот 4 матчах чемпионата, которые я вам перечислял. И это был бы, ну, абсолютно нормальный, добротный результат. Это был бы чемпионский график. Нам сейчас нужно идти с опережением этого чемпионского графика, чтобы реально вклиниться в борьбу за первое место. Краснодар еще свои очки терять будет. Здесь не стоит преувеличивать их вот этот вот рывок. Но нам самим нужно эти очки набирать. Сейчас мы набрали 7 очков в 4 матчах. Это чуть-чуть ниже чемпионского графика. То есть мы не только не наверстываем упущенное в начале чемпионата, мы еще там 1 балл немножко потеряли. А следующие 4 матча, которые у нас будут, они отнюдь не легче, чем то, что мы сейчас сыграли. Да, там не будет «Зенита», но там будет «Динамо», там будет «Спартак», там будет выезд в Ростов-на-Дону. Сложный выезд в нынешних условиях, потому что самолеты не летают. А Ростов дома играет, ну, плюс-минус нормально. И я не думаю, что эта тенденция, когда Ростов отпускает команды с 2-0, будет продолжаться слишком долго. Так что, ну, тяжело. Там еще и Ахмат в концовке. Короче, следующие 4 матча тоже тяжелые. И я боюсь, что мы там даже 7 очков можем не набрать, не говоря уж про то, что наверстать вот этот вот чемпионский график. Так что будет справедливо и правильно сказать, что Локомотив, который набрал в 11 матчах 19 очков, это, наверное, все-таки команда, которая больше нацелена на попадание в тройку, нежели на борьбу за чемпионство. Я понимаю, что, когда я в прошлый раз вам рассказывал о том, что старт Локомотива я оцениваю на четверку, на меня набросили, сказали, что я немножечко сумасшедший, и вообще Локомотив играет отвратительно, и, скорее всего, куда-то там в зону завыживания упадет. Но нет, я говорю то, что вижу. И сейчас Локомотив вполне себе команда, которая именно по качеству своей игры претендует на попадание в тройку сильнейших. Она, эта тройка, им, естественно, не гарантирована. За нее нужно будет драться, за нее нужно будет бороться. Локомотив не принципиально сильнее ЦСКА, Динамо, Спартака, Зенита, тем более не сильнее Краснодара. В общем, пул команд, которые борются за попадание в тройку, он довольно большой, и Локомотив в этом пуле не выглядит фаворитом. Однако он и не выглядит аутсайдером. Качество игры Локомотива, на мой взгляд, не ниже сейчас, чем у ЦСКА, чем у Спартака и у Динамо. Может быть, пониже, чем у Зенита, пониже, чем у Краснодара, но даже здесь небольшие, на самом деле, отрывы. Тем более, что Зенит в очном матче мы обыграли, и сделали это, на мой взгляд, абсолютно по делу. То есть тот матч, может быть, был ничейным, но уж точно не проходил с преимуществом Зенита. А то, что Локомотив на последних минутах давил и шел в атаку, шел в прессинг на 93-й минуте, делает Локомотиву честь и показывает о том, что Локомотив готов как раз даже с такими командами на последних минутах играть на победу, а не защищать результат. Это хороший признак. В общем, два из четырех матчей мне понравились. Это матчи с Зенитом и с Пари-НН. Совершенно не понравился матч с Оренбургом и в плане того, что делал тренер. Но, как я и говорил после Оренбурга, чем мне нравится Галактионов, это тем, что он допускает ошибки, но эти ошибки он довольно быстро прорабатывает, и какое-то следующее время, по крайней мере, их уже не делает. То есть, вот он попробовал, он решил, что нужно выпустить Куликова вместо Карпукаса, понял, что ошибся, и дальнейшие матчи мы уже видим Карпукаса на поле, и мы не видим Куликова на поле. Он посмотрел на то, что Сулейманов на левом краю атаки при оборонительных действиях довольно странно выглядит, и в матче с Уралом, когда нужно было вот в похожей ситуации додавить и забить, Сулейманов уходит не вместо левого полузащитника, а вместо опорника, и мы играем в два чистых нападающих, а края, они так и остаются краями, возвращаются назад. Да, в матче с Уралом это в меньшей степени было необходимо, чем в матче с Оренбургом, который любит бегать вперед, но тем не менее, все равно, да, эта работа над ошибками была проведена. Но в целом матч с Уралом мне не понравился, и, к сожалению, я скорее в том лагере, который говорит о том, что Локомотив плохо провел матч с Уралом. По статистике и в целом, да, визуально Локомотив мог этот матч выигрывать, помним этот момент Глушенкова на 97-й минуте, когда он просто какую-то ерунду сделал, уже выйдя один на один, и причем это Глушенков, который как раз именно такие моменты очень легко реализовывает, и в этот раз почему-то он побоялся пробить по воротам, решил обводить вратаря, но если уж ты обводишь вратаря, то обводи его влево, а он пошел вправо, именно туда, куда вратарь и падал, потому что вратарю нужно было перекрыть как можно больше створ ворот. Ну, короче, не суть важна. Локомотив мог выигрывать этот матч, моментов у Локомотива было очень много, но этот матч он скорее откинул нас на несколько недель назад, и особенно, да, конечно, вспоминается матч с Рубином, где мы тоже сделали счет 2-2 на последних минутах, там у нас, наверное, было чуть меньше моментов для того, чтобы забивать, здесь только в последние 15 минут Локомотив мог забить раза 3-4 точно, там Морозов бил после углового, Фасон бил, Помазун достал мяч в воротах, но, скорее всего, там не было гола, Баринов попал в штангу, ну и, собственно, гол забил Тимур Сулейманов, да, то есть только в последние минуты 4 явные возможности для того, чтобы забить гол. Но, тем не менее, этот матч вскрыл большие проблемы игры без Артема Карпукаса. На этот матч он был не заявлен, вообще его не было в протоколе, у него есть какое-то повреждение, из-за которого он не поехал даже в сборную команду России, хотя был вызван туда, и, ну, я надеюсь, что он, конечно, восстановится, там какое-то опять очередное мышечное повреждение, тоже об этом говорил в одном из предыдущих роликов, что меня бесит количество мышечных травм у игроков Локомотива, и пока эти мышечные травмы у не самых важных футболистов, ну, окей, ладно, мы все равно наберем свои очки, благодаря тому, что у нас очень широкий ростер, очень много игроков в составе, но когда травмы будут получать ключевые футболисты, мы будем терять очки, и вот Карпукаса это, безусловно, ключевой футболист Локомотива, много было разговоров о том, что Локомотив плохо набирает очки без Артема Дзюбы, но я посмотрю, сколько очков наберет Локомотив без Артема Карпукаса, Локомотив команда Артемов нынче, раньше была команда Дим, теперь команда Артемов, потому что это два безоговорочных лидера, один в центре поля, один в атаке, вот, и оказалось то, что без Артема Карпукаса, даже если мы ставим Мардешвили, не Куликова, Мардешвили хотя бы, ну, там, частично выполняет роль Карпукаса, но все равно сквозит огромное пространство, Баринов за всеми не успевает, плюс еще явно игроки устали к концу вот этого отрезка из шести матчей, сыграли с Ростовом, выиграли этот матч, обеспечили себе одно из первых двух мест и выход в путь РПЛ, но на матч с Уралом и на выездной матч с Уралом уже команду, честно говоря, немного не хватило, это было особенно видно по флангам, это Максим Нинахов, который был гораздо менее активен и интенсивен в отборе, чем обычно, и, конечно, Саша Сирьянов, который провел потрясающий матч с Зенитом, провел супер матч против Ростова как раз на неделе, но на Урал у него не хватило сил, и там на 55-й минуте, на 50-й минуте он уже просто язык на плечо повесил, не бегал за своими игроками, предпочитал где-то стоять в штрафной, ну и, по-моему, на 65-й минуте был самый-самый такой вот эпизод, который привел к угловому наших ворот, с этого углового пришел пенальти, абсолютно левый и липовый, на мой личный взгляд, не играл Технезян там рукой, даже если мяч попал в руку, то рука была прижата, а мяч летел с близкого расстояния, но если будем отматывать, то вы увидите то, что началось это все с того, что Сирьянов просто бросил играть, и он уже ничего не мог сделать, ничего не мог поделать, это именно что физическую усталость, его заменили на Митая, и плюс-минус, собственно, с этой замены и перевернулась игра уже в нашу пользу, то есть, да, можно говорить, что пенальти повлиял на Урал, два пенальти не забитых, но на самом деле там была замена, которая заменила уставших футболистов и выпустила футболистов, которые уже начали давить на чужую половину поля, и, собственно, именно в этот период, после замены Сирьянова и Мордишвили, как раз Локомотив и получил то самое преимущество, которое позволило в итоге счет сравнять. Но, к сожалению, если мы говорим про матчи с Ростовом, если мы говорим про матчи с Парея Нен, если мы говорим про матч с Зенитом, и даже с Уралом тоже на кубок, мы играли с Уралом тоже на этом же самом стадионе, мы проиграли в серии пенальти, но тот матч мне понравился гораздо больше, потому что этот Локомотив в этом матче играл минимум на ничью, а, возможно, на победу. А в матче последнего чемпионата против Урала Локомотив вполне мог проиграть, забей пенальти Ишков, забей там еще моменты, которые у нас были в начале второго тайма, когда Локомотив как раз максимальную свою усталость показал, Галуптенов заменил Мирнчука, выпустил Глушенкова, Глушенков много мячей терял, Урал атаковал, Дмитриев выходил на ворот Иландратова, были еще там пару опасных ударов, ну, короче, и Локомотив мог выиграть, но и Урал мог выиграть. А такие матчи, они свойственны командам-середнякам, да, но если мы, по крайней мере, говорим не про дерби, в котором действительно может случиться все, что угодно, да, там, Локомотив-Зенит, Локомотив-Спартак, Локомотив-Динамо, в этих матчах действительно может случиться все, что угодно, одна команда победит, другая команда победит, но когда ты играешь против команд явно ниже уровнем, а мы все-таки будем считать команды Урал, Пари-Эн-Эн, там, Оренбург и другие команды, командами ниже уровнем, то хочется, чтобы Локомотив играл на два результата, ничья, но если Локомотив забьет, то победа. В этом матче этого не было, и это, к сожалению, шаг назад, по сравнению с тем, что было даже в матче с Уралом, там, двухнедельной, там, трехнедельной давности. Надеюсь, что это связано с усталостью, потому что, ну, Галактенов, например, ну, заключением замены Мирнчука, который я не понял, в целом, ну, адекватно провел этот матч, адекватный состав выставил, адекватно провел замены, адекватно руководил игрой, у меня нету претензий к Галактенову, кроме, вот, замены Мирнчука, на мой взгляд, ну, стоило заменить Самошникова, но, с другой стороны, да, это если бы ДК бы, я не могу сказать, что это точно было бы лучше, когда, вот, Куликов меняет Карпукаса, я точно знаю, что лучше бы этого не делать. Здесь, ну, вот, мне кажется, что Мирнчук провел не самый плохой первый тайм, для того, чтобы его менять, и, ну, Глушенков не усилил игру, так, как должен был, наверное, усилить, а, скорее, ее ослабил, потому что именно начало второго тайма, именно после замены Мирнчука на Глушенкова, был, скорее, провальным. И это, кстати, тоже немножечко возвращает нас в начало сезона, где Локомотив играл периодами, то есть, вот, например, матч с Краснодаром берем, 20 минут играем хорошо, потом 20 минут играем так себе, потом 20 минут играем вообще отвратительно, а концовку вдруг снова начинаем играть хорошо. Да, вот, опять же, матч с Паренен, матч с Зенитом, это матчи цельные, матчи, которые Локомотив провел, ну, плюс-минус на одном уровне, делая примерно одно и то же весь матч. А матч с Уралом, он снова разбился на отрезки, да, начало мы провели очень хорошо, мы забили гол, могли забивать еще, потом нам Урал забил с углового, Локомотив так что-то, ой, ой, нет, что-то нам страшновато, но при этом все равно это было еще неплохо, да, просто, ну, там, сами атаки проводили, ну, и на наши ворота тоже у Урала были атаки. Потом начало второго тайма, и это уже прям плохо, потому что Урал забил второй гол, Урала были еще возможности забивать, и пенальти заработали, а потом бац, и там еще 20 минут концовки матча, Локомотив снова начал играть хорошо. И вот эта вот периодичность игры Локомотива, это скорее к началу сезона, где Локомотив, ну, прямо скажем, выглядел плохо, и забирал мало очков, явно не на то место играл, на которое должен играть. Опять же, надеюсь, что это все связано с усталостью физической, и после вот этого перерыва на сборные, когда уже Локомотив будет больше играть в графике, там раз в неделю, у нас всего один кубковый матч остался с Рубином, и тот уже абсолютно не важен, мы 100% выйдем в путь РПЛ, и можно на Рубин поэкспериментировать, снова выпустить абсолютно второй состав, дать поиграть там Кузьмичеву с Погосным, дать поиграть Владу Сорвили, Даню Куликову, Ракову, Щетинину, ну, короче, просто вот полностью второй состав выпустить, потому что на результат этого матча будет плевать. И играть уже в графике раз в неделю, и это, ну, не должно быть слишком сложно в плане физики. Сейчас, конечно, было тяжеловато, потому что мы обеспечивали себе как раз выход в путь РПЛ, и приходилось нам играть в том числе среди недели более-менее основным составом. Что еще стоит отметить по последним нашим матчам, это, конечно, то, что Галактионов пришел к тому, что на краях атаки мы теперь используем крайних защитников. Но если по левому крайнему полузащитнику Найру Тикнезиана вопросов особо нету, это, ну, отчасти его профильная позиция. Он на этой позиции отыграл всю академию, всю молодежку ЦСКА, и даже когда уже во взрослом футболе, когда он уже стал профильным левым защитником, но он играл, например, в схеме с тремя центральными защитниками, все равно человека всегда тянуло в атаку, он всегда был защитником, скорее, атакующего плана. Его сильные качества были именно в том, что он может неожиданно появиться в штрафной, неожиданно пробить, неожиданно отдать передачу, ну, или просто качественно это сделать. То вот по правому флангу вопросы возникают очень сильные, и туда отправляют сейчас Самошникова, но, на мой взгляд, это бесполезно. Тот же Самошников, но слева в атаке, имеет одну очень важную опцию, это смещение под правую ногу, удар поворотом. Самошников справа не имеет этой опции, а навешивать Самошников, ну, не то, что не умеет, но это не прием из его арсенала. Когда Самошников переходил в Локомотив, когда подписал контракт, я, ну, там, большой отрезок его игры в рубине обозрел, тоже на бусте этот ролик лежит, и я заметил одну простую вещь, что за, там, не знаю, 15 матчей, которые мы просмотрели, Самошников не сделал ни одного кросса в штрафную. Его передачи в штрафную всегда были низом. Навесов в его арсенале просто нет, он этим не пользуется. Он либо на рывочке в штрафную и дальше низом прострел куда-то, либо смещение под правую ногу и удар. Но когда ты на правом краю выиграешь в атаке, ну, да, ты еще можешь на рывочке и сделать передачу, что, собственно говоря, и было в этом матче, но это непросто, и, например, тот же Сергей Пеняев делает это лучше. Ну, а смещаться под левую ногу, это просто Самошников бесполезно, и поэтому он смещается под левую, потом понимает, что делать ему нечего, и отдает передачу куда-то назад или поперек. В общем, я понимаю, почему это делается. Я понимаю, почему, в принципе, родилась идея с крайними защитниками на флангах атаки, потому что они, в отличие от того же Сергея Пеняева, Максима Глушенкова, Антона Мернчука, 100% вернутся назад, 100% закроют нужную зону, 100% добегут до радиуса штрафной, если атака идет противоположным флангом. Чего Сергей Пеняев будет делать 3 раза из 4. Максим Глушенков сделает это 2 раза из 4. Ну, условно говоря, да? И мы из-за этого много достаточно голов пропустили. Самошников добежит. Ноль вопросов, никаких вообще претензий к самодаче Самошникова, к тому, как много он бегает, у меня нет. Но мы же играем с Уралом, и нам, наверное, нужно забить. Но в итоге мы получили, что голы мы все равно пропустили, потому что без Карпукаса центр поля просто просел чудовищным образом. Сельянов, Нинахов тоже были не самыми свежими, и на флангах были проблемы. Но у нас еще и в атаке оказались проблемы, потому что Самошников не самый лучший атакующий футболист. Я думаю, что задача по покупке правого полузащитника атакующего, но который будет возвращаться в оборону дисциплинированно и помогать, собственно говоря, обороне, я думаю, что это будет одна из основных задач на зимнее трансферное окно. Но, по крайней мере, я уверен в этом процентов на 90. Меня постоянно спрашивают, а кого мы будем покупать зимой, на какие позиции нам нужно усиление. Ну, вот правый полузащитник, который будет и в атаке, и в обороне играть. Ну, и опорная зона, как я уже сказал, без Карпукаса. Ну, просто больно было на это смотреть после хороших матчей, которые вот именно мне по качеству игры понравились, которые показывали, что Локомотив готов стабильно набирать очки. Увы. Очень жалко, что Гелевагей не смог потесниться в своих требованиях по зарплате и перешел там в какой-то немецкий клуб, а не к нам. Нам Багелеваги сейчас на самом деле очень сильно помог. Тема, которую тоже очень много сейчас во всех аналитических передачах всячески педалируют, и даже Илья Геркус не смог пройти мимо этой темы, это голы в концовке. Честно говоря, на мой взгляд, это довольно странная история, потому что, во-первых, даже по количеству голов Локомотив не лидер в этом сезоне. Крылья Советов и Краснодар, по-моему, забили больше, чем мы в концовке матчей этой лиги. Но почему-то к ним нет претензий, есть претензии к Локомотиву. Да, это просто само по себе довольно странно. Но странно еще и то, почему голы на последних минутах так остро воспринимаются. Чем гол на 97-й минуте отличается от гола просто на 7-й минуте, я, честно говоря, не очень понимаю. Тем более, вся мировая статистика говорит о том, что в концовках матчей, в принципе, голов забивается чаще, чем в начале матчей. И это логично, потому что в начале матчей команды осторожничают, команды полны сил, команды полны своих идей, и забить в начале матча не так просто. В то время как в концовке у тебя уже часто у одной из команд сил не хватает, часто уже ход матча диктует то, что одной из команд нужно в любом случае идти атаковать большими силами, и она может забить. Либо, наоборот, она, пойдя слишком большими силами, провалится в оборонке и ей забьют. Это вот, например, мы забили. Это история, там, не знаю, матча с Уралом. Нам забили. Это история матча с Оренбургом. Мы пошли забивать, мы пошли делать счет 1-1, но провалились, и нам забили там тоже на 90 плюс в какой-то минуте. Нормальная абсолютно футбольная история. Вы это увидите в любом абсолютно чемпионате. Там, не знаю, Мачестер Юнайтед Брэнфорду 2 забивает в добавленное время. Мактаминей 90 плюс 4, 90 плюс 6. Никого это не удивляет? Это нормально. И почему это вдруг обесценивает каким-то образом игру локомотива, я не очень понимаю. Важно другое. Важно, если гол, который ты забиваешь на последних минутах, это, ну там, не знаю, единственная твоя возможность забить. Но если посмотреть вот этот вот список матчей, где локомотив забивал на последних минутах, то мы увидим ровно 2 матча, в которых вот этот вот гол на последних минутах был единственной возможностью забить. Это матч с крыльями советов. Действительно полностью проваленный в хлам проваленный нами матч. Худший за вообще, наверное, 2023 год. У нас в целом нормальный год выдался, и плохих матчей не так много. Но вот матч с крыльями советов, он с первой до последней минуты был отвратительный. И то, что мы умудрились его сыграть в ничью, это вот божественное проведение и большая удача. И второй такой матч, это матч с зенитом. Да, тоже гол на последних минутах, он не совсем вытекал из логики событий. Еще раз, да, локомотив большой молодец, что пошел на последних минутах прессинговать. Но в целом гол мог и не состояться. И не сказать, что у локомотива в последние 10-15 минут были какие-то моменты для того, чтобы забивать. Но вот если мы говорим про матч с парей НН, ну, локомотив давил, 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 давил. У локомотива был момент Самошникова с выхода 1 на 1. У локомотива был момент Самошникова, где тот бил головой. У локомотива были навесы на Морозова в штрафную площадь, когда тоже мог мяч залетать. Были удары, под которые бросались игроки Нижнего Новгорода самоотверженно. Ну и в концовке все-таки на 84-й минуте прошили стоящих внутри своей штрафной игроков пари НН. Что в этом неожиданно удивительного, я не понимаю. Ну и реманч с Уралом, про который я тоже уже очень много говорю. Что, ну, в последние 15 минут 4 возможности, чтобы забить. Но одной из них воспользовались. Но и до этого было куча возможностей, чтобы забить. И даже после того, как забили, была еще возможность, чтобы забить. Ну, короче, тоже то, что мы забили, это просто логичный исход игры. Матч длится 90 минут плюс компенсированное время. Да, я еще не сказал про то, что Сергей Красев почему-то добавил к этому матчу 6 минут, хотя Урал только пенальти 6 минут бил. Это вот документально подтвержденный факт. Я в Телеграме у себя показывал, что судья Красев свистит о назначении пенальти там на какой-то 67 минуте. А Лантратов берет пенальти на 73. То есть 6 минут Урал бил этот злочастный пенальти. И при этом ко второму тайму всего было добавлено 6. Хотя должно было быть добавлено на минут 10 минимум. И если было добавлено 10, Локомотив бы еще и второй забил, я вас уверяю. Там Урал уже просто весь лежал на газоне и переставал обороняться. Поэтому, ну, то, что Локомотив забивает на последних минутах, говорит о том, что Локомотива большая скамейка. Что у нас есть 5 человек, которые могут выйти со скамейки и как минимум игру не испортить, если это не Куликов, меняющий Карпукаса. Это говорит о том, что у Локомотива более-менее неплохая физическая подготовка. Меня раздражает большое количество мышечных травм. Но, да, все равно игроки бегут вперед. Игроки не стоят, не падают на ровном месте. Ну, по крайней мере, там как минимум 6 оставшихся человек, которых не заменили. Они способны оказывать давление на чужие ворота. И это всегда был показателем именно классной команды. Именно классная команда забивает на последних минутах. А тут почему-то все стали бояться того, что, ой, а вот Локомотив забивает на последних минутах. А вот если вы отнимете эти голы, то очков у Локомотива будет гораздо меньше. Да с хрена ли их надо отнимать? У нас что, есть какая-то реформа футбола, по которой матчи скоро будут длиться 60 минут или что? Матчи длятся 90 минут. Поэтому голы на 90 минуте стоят ровно столько же, сколько и голы на абсолютно любой другой минуте матча. И здесь только честь и хвала тому, что Локомотив находит в себе силы, находит в себе возможности для того, чтобы последние 10-15 минут давить и додавливать. Так, ну и много говорю. Давайте уже подытоживать. Давайте в общем скажу еще раз, что Локомотив набрал 7 очков в этом отрезке из 4 матчей. Локомотив сыграл в ничью с Уралом, проиграл по пенальти в кубке. Выиграл очень уверенно у Ростова, тоже в кубке обеспечил себе одно из первых двух мест. И сейчас у Локомотива 19 очков после 11 матчей. По очковому показателю у Локомотива все в порядке. Очень много сейчас тот же самый там Геркус и другие аналитики любят показывать табличку Андерстата, где по такому показателю, как XPTS, Локомотив находится в зоне стыков. Но эта статистика очень и очень обманчива и не ведитесь на нее, пожалуйста. Проблема этой статистики в том, что она включает там первые 5 примерно матчей Локомотива, которые Локомотив действительно провел плохо, но при этом очки заработал. Они уже прошли, это были плохие матчи, мы могли в них набрать там, не знаю, 2 очка реально, да. Ну там проиграть Факелу могли совершенно спокойно, могли проиграть Рубину, могли и проиграть Крыльям Советов. Ну короче, набрать реально очень мало очков в этих первых 5 турах. Но эти матчи уже прошли и в этих матчах Локомотив уже набрал очки. Нам сейчас важнее то, что Локомотив показывает в последнее время. И вот если отсортировать в этом, отфильтровать в этом Андерстате именно матчи последнего времени, ну допустим там с 16 августа или с 21 августа, да, в зависимости от того, брать Краснодар в эту выборку или не брать, или брать следующий матч, то вы увидите то, что именно по показателю XPTS, то есть это качество игры. Я бы Андерстату в принципе не очень доверял, в последнее время просто сумасшедшие цифры рисует. Например, Урал по мнению Андерстата, что-то где-то на 2.68 насоздавал в этом матче. При этом полтора это пенальти. То есть вот то, что пенальти перебивалось, оно суммировалось. То есть как будто Урал мог забить полтора гола в моменте с пенальти. Естественно это невозможно. Ты максимум можешь забить один гол в этом моменте. Пробил, заставили перебить, второй раз пробил. Максимум один, но они посчитали это как полтора, как будто это 2 пенальти в разных моментах. Ну, много таких моментов, но ничего лучше Андерстата, к сожалению, в сети все равно нет. Поэтому просто поиграйтесь и вы увидите то, что именно по качеству игры в последние уже 2 месяца, именно последние 2 месяца, локомотив находится, ну, где-то там в тройке, в пятерке. В зависимости от того, опять же, какой набор матчей вы выберете. Если вы, например, посмотрите на такой показатель, как нон-пенальти XGA, то есть количество XG, которое зарабатывает соперник без учета пенальти. Ну, потому что пенальти, вот мы видим, ну, как бы идет подача с фланга, мяч попадает в прижатую руку, и вдруг сопернику за это дают полтора XG. Ну, согласитесь, не совсем показывает именно качество игры обороны локомотива. Вот, NPXGA позволяет отсечь пенальти и посмотреть, что показывает команда. И вы увидите то, что локомотив по качеству обороны в последние 2 месяца, а это большое количество игр, это большой отрезок времени. Поэтому показатели локомотив первое-второе место делят с зенитом, что, ну, подтверждается и моими визуальными наблюдениями. Именно об этом я вам в своих видосах неоднократно говорил, и пока, опять же, аналитики, эксперты смеялись над обороны локомотива, я говорил, ну, посмотрите, локомотив в стел играть в обороне хорошо. Моментов у ворот локомотива, вот если, опять же, немножечко забыть про матч с Уралом, хотя и там меньше одного XG, если не брать пенальти, моментов у ворот локомотива стало гораздо меньше, и мы уже не чествуем Лантратова как Супермена и Супербога. Хотя вот, когда понадобилось, Лантратов взял Деспас. Большое ему спасибо. Короче, качество игры локомотива стало хорошим. За эти 6 матчей я могу сказать, что оно меня в целом устроило. Даже тот провальный матч с Оренбургом, если бы Галактионов не намутил, не намудрил, я думаю, что, ну, как минимум, одну очко мы бы заработали, а там, глядишь, и действительно додавили бы, и все три заработали. Было бы очень полезно. Надеюсь, что матч с Уралом это скорее просто усталость, чемоданное настроение, желание поскорее, там, не знаю, получить свои 3-4 дня отдыха. И следующий отрезок мы точно так же проведем на одном дыхании. У Динамо есть проблемы, у Спартака есть проблемы, Ростов, в принципе, сам по себе проблемный. Ахмат, ну, так или иначе, локомотив, наверное, не должен обыгрывать, но имеет все шансы обыграть. Поэтому, если локомотив именно проявит качество игры, которое ему было присуще в матче с Париенен, кстати, тоже, да, многие говорили, да как так-то, локомотив Париенен всего один гол забил, да и тот на последних минутах. Париенен надо было забивать голов 5. Париенен очень сильная команда, которая уже в пятерке сильнейших и обладает одной из лучших оборон в лиге. И локомотив, ну, посмотрите, как крылья Советов с Париенен сыграли, посмотрите, как локомотив с Париенен сыграли, да, это, ну, две большие разницы. Вот. Если локомотив покажет такое же качество игры, какое было с Ростовом, какое было с Париенен, с Зенитом, то в целом, ну, можем, можем к 15-му туру вполне себе быть в тройке сильнейших. Я думаю, что для локомотива это будет очень хороший результат. Что будет весной? Будет весной. У локомотива весной обычно все очень неплохо. И если мы сейчас окажемся наверху с минимальным там отрывом от первого места и от второго, а может быть и будем занимать второе место, то, ну, надо сказать, что эта зима будет первая за долгое время, когда мы будем ее встречать не с грустными лицами, а с надеждой на хорошее будущее. Все. Я надеюсь, что восполнил тот дефицит внимания, который появился из-за того, что я был в отпуске. Наговорил уже почти на 40 минут. Наверное, на монтаже будет поменьше. Но подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И это не последнее видео. Я обещаю, что разговорных видосов буду делать чуть-чуть побольше, ну, потому что есть темы, на которые хочется пообщаться. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok